Владимир Ильич, Вы сделали много прогнозов за Вашу жизнь. Многие из них страшным образом оправдались. Какие из прогнозов Вы считаете самыми важными из тех, которые сбылись? Вот то, что самый важный, и он сегодня в повестке дня, и пока мы стоим, там бомбят как раз. Это русский вопрос. Не в смысле, чтобы был русский национализм и какие-то, могут быть, моменты господства. А в том плане, что я, проживая в национальных республиках, еще при советской власти увидел ошибки хрущевского периода. Сталин не был в детском саду. Шла коренизация руководящих кадров. То есть всем русским во всех национальных республиках перспективу закрыли. Ты можешь здесь родиться, жить, работать, но начальником никогда не станешь. Тебя ни в чем не дискриминируют. Иди за колбасой, иди в баню, в спорт. Все. Кроме руководящих постов. Вот я почувствовал и понял, что это огромная ошибка. Русские стали уезжать. Уезжать. Это вот. И когда я стал, это сделал первым пунктом своей программы, как кандидат к президенту, у меня был один лозунг. Я буду защищать русских. Никто не понял. А вы когда-нибудь верили, что реально сможете стать президентом России? Да, я это не убирал, значит. О, да что вы когда-то. Я понимал, что можно, потому что я смотрел на тех, кто стал. И видел, что в принципе... Ну, когда вы приехали в Москву, вы четко видели, что обратно не уедете поездом в Алма-Ату. Да. Каждый раз, когда вы шли на выбор, у меня было такое ощущение, что вы понимали, что все-таки нет. Ну, смотрите. Когда я понял, что я не уеду непоступившим студентом, я так стал учиться, что я с отличием окончил. То есть я старался сделать. Не просто мне... Логику понял. То есть у нас еще будет кандидат в президенты Жириновский. То же самое, президенты. Ко мне пришли американцы. 91-й год. Специально, прямо домой, в Сокольнике. Они его, Ельцина, ввели в своем штабе. Президент-отель. Доллары, сотни миллионов привозили. И все консультанты были иностранные. Они пришли ко мне, высказали, слушай, поговорили, наблюдали. Говорят, в Америке ты его победил. Здесь нет. Здесь не была еще демократия. Здесь вот именно понимали, что из Ельцина делают президента. Но в 96-м году уже был шанс. В январе у меня с Ельцином был одинаковый рейтинг. 5%. Потому что если бы в него не бросили бы снова сотни миллионов долларов, а в меня десятки тысяч с трудом я нашел. То есть речь была не о том, могу ли я стать или не стать. А если будет настоящая демократия, а не долларовая, шанс есть. То есть конкуренту дают сотни миллионов, на него все радио, телевидение, все артисты, ну вся страна. У меня был парадокс. Я приезжаю в Иваново, митинг провожу, заканчиваю. Подходит бабушка и говорит, спасибо, сынок, что ты за Ельцина. Она даже не поняла, что я другой кандидат. День и ночь. Ельцин, Ельцин, Ельцин. И она решила, что из Москвы приехал агитатор агитировать за Ельцина. Это же в своем митинге. Я же ему говорю, я Жириновский, я Жириновский, дурак приехал, все в фамилии все говорит. Я говорю, программу. Но вначале я представился, фамилия мой, и в конце. Она не поняла, она думала, что я представляюсь как агитатор Ельцина. Вот до чего доходит. На следующий.